Это было как во сне, рассказывают наперебой юные танцоры Щелкунчика. Шутка ли? Они гостили у настоящей принцессы Пруссии в настоящем королевском замке. Мы были в замке, мы видели зеркальную комнату, комнату зеркальную и были в музее платьев. Я бы тоже хотела стать такой принцессой, потому что у нее есть замок, там роскошные комнаты. А началась сказка так. Щелкунчику удалось взять гран-при на мировом фестивале «Танцевальный Олимп». После такого ошеломительного успеха принцесса Пруссии просто не могла не пригласить талантливых оренбургских детей на галоконцерт в Германию. Это выступление, эта поездка была очень важна, потому что дети наши видели выступление танцоров высочайшего уровня. Они видели балет высокого уровня. Но оренбургский щелкунчик смог удивить звезд мирового балета. Их вызывали на бис несколько раз. Единственное, что немного огорчило ребят принцессы, была без короны и пышного платья. Но разочарование длилось недолго. Главное, что об оренбургских звездочках узнал весь мир. А значит, в этой сказке для щелкунчика счастливый конец. Ольга Патрушева, Дмитрий Журавлев. Наше время.